Всем привет! Решили записать это видео, то как появились новые обстоятельства по нашему делу. Но в первую очередь хотели бы поблагодарить всех неравнодушных людей, кто следит за нашей ситуацией. Спасибо большое за комментарии, которые вы оставили под видео. Почти все они были положительными, всех я меньше зачитала, он передает вам большой привет. Также на них очень благодарен. И очень приятно понимать, насколько эти комментарии разнятся с теми комментариями, которые оставлены под видеороликами, кстати, нашими соседями, где в наш адрес всяческие проклятия, пожелания плохого и тому подобное. Здорово осознавать, что есть адекватные люди, которые видят ситуацию не только с их стороны, которую они показывают в кстати, как им удобно, а также с другой стороны, с нашей. Теперь о роликах кстати. Миша там представлен как такой собирательный образ негативного человека. Блогер с гранатой стал ими нарицательное. В каждом видео его так называют. Людей горе, но такое же горе он у нас. Мы пострадали не только финансово. Михаил еле выжил, действительно. Но это не повод беспочвенно обвинять нас случившимся. Напомню, что было куча-куча версий того, что же у нас в квартире взорвалось. Не буду их себе перечислять. Все это вы можете увидеть в предыдущем ролике или посмотреть кучу видеороликов. Кстати, но в итоге сошлись на том, что это была... Взорвалась взрывчатка. Что это взрыв какой-то снаряда. А еще пресловутые гранаты, из-за которых мой муж стал... Блогер, занимавшийся раскопками и находивший среди прочего даже гранаты. Никаких мин, снарядов и боевых гранат в квартире не было. Все, что там нашли, это остатки его коллекции. Макеты, пустышки, которые послужили для написания книги. В проведенных экспертизах показывают только выгодные им места. Другие утверждают, что шестой подъезд находится в аварийном состоянии. Вот сейчас у меня в руках результаты экспертизы. Вот, обратите внимание, на девятый пункт. Обследований мы анализуем там ля-ля-ля-ля-ля. В объеме второй-шестой подъезда в дальнейшей эксплуатации возможно без ограничений. Говорят, что Миша был в эпицентре взрыва, а в шестом подъезде... У меня двери встали вот так вот наизлом. Так каким же образом при таких условиях блогер с гранатой уцелел? То есть он был в эпицентре, отделался с ожогами, в шестом подъезде перекосило дверь. Извините, у него всего одна жизнь. Сходя из этого, напрашивается вывод, что некоторые хотят просто воспользоваться ситуацией и хотят улучшить свои жилищные условия. Мне искренне жаль администрацию, следственные органы, главу следственного комитета, которых отвлекают от действительно важной работы своими бесконечными претензиями, недовольствами, несогласиями с экспертизами и бесконечными жалобами в вышестоящие органы. Теперь вернемся к блогеру с гранатами. Вот эти пресловутые гранаты, которые в числе многого другого были проверены в результатах взрывотехнической экспертизы, о которой, к слову говоря, кстати, упомянули только вскользь, хотя так громко заявляли, что чего у нас только дома не было. Всю экспертизу зачитывать не буду, покажу лишь только выводы. Так, представлены экспертизу три металлических предмета, похожие на гранаты, в виде категории боеприпасов, не относятся, взрывчатых веществ не содержат, не содержат, не относятся, взрывчатых веществ, порохов, пиротехнических составов, веществ в различных классах не обнаружено. Чего-то там еще не обнаружено. Подытожим. Самое главное в этом видео было то, что готовы результаты взрывотехнической экспертизы, которые подтвердили наши слова, что в квартире ничего взрывоопасного не было. Следствие продолжается. Мы до сих пор уверены в том, что взрыв в квартире произошел из-за газа, только потому, что ничего другого взрывоопасного в квартире не было. Слава Богу, это подтвердила экспертиза взрывотехнической, результат которой мы вам показали ранее. Всем удачи и будьте здоровы. Я вообще не представляю, какой силы была волна, что в шестом подъезде подпрыгнул диван.